Здравствуйте. Привет. Простите, я мешаю, я думаю, что... Нет, 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 мы еще не начали, у нас начало, вот сейчас только-только начинается. А, хорошо, хорошо. Так что я поздно пришел тогда. Нет, нет, нет. Не поздно, а рано пришел, рано пришел. Как раз вовремя, мы начинаем вот прям буквально сейчас. Отлично. Спасибо. Да, да. Все. Уважаемые участники, которые в зале, мы начинаем. Дорогие друзья, так, сейчас я вижу, что звук мой работает, я вижу, что камера моя работает. Мы сегодня открываем второй день конференции двумя параллельными секциями. Это наша секция называется «Этнография и фольклористика». Данная секция у нас представлена, к сожалению, двумя докладами. Вот в процессе работы, к сожалению, несколько докладов выпало, но мы все же собрались здесь и в зале, и видим, что онлайн-участники у нас присутствуют. Сегодня должна была быть председателем Наталья Анатольевна Тучкова, но вот, к сожалению, по уважительным причинам она не смогла к нам присоединиться, поэтому вести заседание буду я. И первый докладчик у нас Александра Аркадьевна Ким, это профессор нашего Томского государственного университета. И сейчас мы запустим экран с демонстрацией, и я приглашу Александру Аркадьевну за компьютер. Так, сейчас, секунду, мы сделаем слайд-шоу. Так, и я вот, к сожалению, не умею делать это на весь экран. Если кто-то знает, пожалуйста, подскажите. В аудитории на весь экран видно? Все хорошо видно? Так, и все? У нас видно экран докладчика с двумя слайдами. Там сверху параметры отображения. Так, нажимаем. И поменять экран. Сейчас. Переключиться. Да. Вот так? Да. Все. Чудесно. Спасибо. Так, сейчас я переключаться и назад. Все, просто кроп-кнопка. Александра Аркадьевна, пожалуйста, вам слово. Добрый день, дорогие коллеги. Сегодня у меня будет еще один доклад о системе коммуникации селькупов с потусторонним миром. Я сразу скажу, что эта тема была инспирирована моими лекционными курсами. Я читаю курс по межкультурной коммуникации и стала задумываться, как на теорию по межкультурной коммуникации, вообще на теорию коммуникации может наслаиваться коммуникация с потусторонним миром. Потому что никто такую систему не рассматривал. Но хотелось бы применить вот идею, теорию коммуникации теперь к этой области. Ну, начну с небольшого введения, что коммуникация – это обмен мыслями, сообщением, информацией с помощью различного рода вербальных и невербальных сигналов. Вот система, схема коммуникации по Якобсуну, такая простая схема, адресант, контекст сообщения, код и адресат. Вообще коммуникативная ситуация, опять мы возвращаемся к ситуации, меня все время тянет на ситуацию, теперь это коммуникативная ситуация. Это сложный комплекс внешних условий общения и внутренних состояний общающихся, представленных в речевом произведении, направляемом адресату. Компоненты коммуникативной ситуации – это адресант, адресат, тема, причина, цель, код, стиль, экспрессия, место, время, среда, нация. Ну, разные исследователи предлагают разные компоненты, ну, основные компоненты всегда присутствуют, по крайней мере, адресант и адресат. И, конечно, всегда коммуникация начинается с какой-то цели или причины кодом, чаще всего выступает язык, ну, может быть, невербальное общение и, ну, конечно, разные уточнители, как время, место, нация, среда и так далее. Дэль Ханс, который разрабатывал эту теорию, ну, предлагает шесть основных компонентов. Это говорящий, тот, кто отправляет первое сообщение, код, адресат – это тот, кто принимает. Ну, если говорящий адресат присутствует в этой ситуации вдвоем, то идет чередование того, кто отправляет сообщение, того, кто получает. Они меняются местами, но если среди участников большее количество присутствует, то могут быть разные варианты участников. Может быть, публика в зависимости от ситуации, публика тоже может быть включена. Ну, и каналы могут быть типичные – это вербальные, визуальные, тактильные. Ну, может быть, и канал, который основан на запахе и на вкусе, но они не играют столь основного значения при коммуникации людей. Конечно, контекст, жанр, топики и отношения. Ну, схема отношений между коммуникантами может быть двух типов – как неравных, где есть вышестоящие, нижестоящие и как равные. Особенности коммуникации селькупов с миром духов соотносятся с теорией коммуникации и делается попытка связать отдельные элементы этого взаимодействия в систему. Мы рассмотрим компоненты коммуникации и определим особые признаки системы. Коммуникация может быть непосредственной, когда люди напрямую обращаются к чему-то сверхъестественному с просьбами, или ситуация может быть опосредованная, когда шаман выступает посредником между людьми и духами. Очевидно, что выполнение индивидуальных пожертвований, проведение обрядов и общения с какими-то потусторонними силами, изготовление разных шаманских кукол, амулетов сохранялось в поднейшей эпохе, вплоть до нашего времени. Например, осенью 1917 года селькупка из Иванкина, Наталья Платонна-Ижимана, ну она уже давно в Калпашево живет, но тем не менее, совершенно серьезно предложила мне изготовить лоза, чтобы обращаться с разными просьбами, например, лечить какие-то недуги. Другая селькупка, Людмила Дениевсна-Шатрина, даже подарила мне собственноручно изготовленного лоза, вот здесь на картинке этот лоз показан, присутствует, и предупредила, ну если не будет хорошо работать, можно и наказать, а если хорошо работает, можно там покормить, сказать хорошие слова и так далее. То есть это не шутка, эти верования сохраняются, мы все во что-то верим, и у нас очень много всяких, как это сказать, сопустищин, когда мы говорим, нельзя возвращаться, надо плюнуть через приметы. И точно так же и здесь, только на каком-то более таком сакральном уровне происходит такая коммуникация. То есть здесь вот коммуникация напрямую. Берется какой-то дух, выбирается и к нему обращается. В данном случае это такой домашний помощник, дух, и к нему, конечно, с большими просьбами не обращались, а так по разным домашним мелочам. Коммуникация с потусторонним миром включает непосредственных и опосредованных участников. Ну вообще остановлюсь немножко на характеристике потустороннего мира. Это в буквальном смысле слова потусторонний, потому что этот мир мог располагаться на другой стороне костра, на другой стороне реки или ручья, и перейдя какой-то на ручей, там, речку, озеро, человек мог оказаться в другом мире. И вот потусторонний здесь можно понимать, ну, в буквальном смысле, как это интерпретируют селькупы. Инициатор коммуникации – это клиент шамана. Это обычно человек, то есть я говорю уже об опосредованной ситуации, где клиент, инициатор просит шамана, обращается к шаману с определенным намерением, то есть здесь обязательно цель коммуникации присутствует. И обычно вот это обращение, оно вербальное, и не только вербальное, но и материальное, потому что часто шаману предлагаются деньги, водка, считается водкой деньги, как самый основной такой подарок, чтобы шаман не отказал. Значит, вот посредник один – это шаман. Шаманы бывают различных категорий рангов, и, естественно, вот тогда нужно рассматривать разных шаманов в разных ситуациях. И могут включаться тогда разные компоненты. Я просто, так сказать, пытаюсь общую схему передать. Но шаман, особенно большие шаманы, могли иметь помощников, которые повторяли слова и песен шамана и вообще помогали нагревать бубен и так далее. Может быть, еще посредник два или рецепиент один – это дух или духи-помощники шамана. То есть это могут быть одухотворяемые изображения духа в виде заморфных или антропоморфных изображений, на одежде или других шаманских предметов, а также воображаемые персонажи. Надо сказать, что шаман в своей одежде представляет собой целую систему, потому что он не только сам ведет какое-то общение с духами, его личные духи-помощники, которые часто присутствуют в костюме, в виде амулетов, нашитых фигурок, часто из литья, они как бы помогают шаману в его коммуникации. Рецепиент-2 – это сверхъестественное существо, от которого зависит эффект коммуникации, потому что не всегда шаман сам может решить проблему своего клиента. и он может обратиться вместе со своими духами, тогда здесь, так сказать, коллективное обращение к какому-то более серьезному в иерархии духов существу и решить проблему. Ну, может, конечно, присутствовать публика, потому что были коллективные камлани, когда участвовала фактически вся деревня, и, естественно, просьбы такие коллективные, они были более существенные, были запросы о промыслах, об удачной охоте, рыбной ловле, каких-то глобальных предсказаниях и так далее. В коммуникации с потусторонним миром, в отличие от типичной коммуникации системы коммуникации, задействованы следующие каналы. Ну, конечно, слуховой канал, как и классическая теория коммуникации, но здесь слуховой канал включает и пение во время камлания, говорение по предсказаниям, звуки духов-помощников, имитируемых шаманов, звуки бубна и других инструментов и предметов. То есть слуховой канал будет расширен под какими-то особыми включениями. Визуальный канал включает не только мимику, которая при обычной системе коммуникации, но помогает, потому что мы видим язык тела, мимику лица и что-то можем прочесть по виду своего собеседника. А здесь визуальный канал будет включать символическую одежду, предметы шамана, движения, имитацию путешествия, встречу со злыми духами и борьбу с ними, сны и галлюцинации. Ну, в зависимости от шамана, какой шаман, то есть были у селькубских шаманов те шаманы, которые сновидцы, скажем так, видели сны и затем их интерпретировали. Тактильный канал включает прикосновение к шаманским реальным и реальным предметам и персонажам, и его, конечно, рассказ об этом. Вот здесь мы видим фото из собрания «Спасённый архив» в фонд стеклянных негативов Красноярского краевого краеведческого музея. Это архив, опубликован в 2007 году. Селькубский шаман с бубном. И здесь видно, насколько богат его костюм. И, естественно, что визуальный канал, он работает намного активнее, чем при обычной коммуникации. Здесь бубен селькубского шамана из того же самого архива. И бубен шамана является тоже сложным визуальным ряд, не говоря о том, что он ещё и дополняет слуховой ряд, потому что он несёт информацию и помогает общаться, установить контакт с духами. Коммуникация с потусторонним миром осложняется посредничеством шамана. Проститель сам не контактирует с духами, а передает свою просьбу посреднику. Может наблюдаться двойное посредничество, когда шаман действует посредством духов помощника. Сообщение тоже может быть более одного. Сначала сообщение клиента, затем сообщение шамана, переговоры шамана с своими духами помощниками, затем переговоры шамана с основным адресатом или шаманские духи обращаются к этому адресату. Ну и, конечно, очень важный канал представляет собой действие путешествия шаманов в миры особые и интерпретация разных общений в этих мирах. Топики или темы могут быть разного рода. Лечение больного, нахождение правовавших вещей, предсказание о погоде, результатах охоты и других. Стиль общения также может быть как формальным, так и неформальным, когда шаман обращается к своим духам помощника. Получатели тоже могут быть различные. Ну, вот получатель посредник шаман, а затем получателем могут быть духи помощники, бог неба, ну, Ковалос, небесный дух, Нокхилков, небесный князь, Кезал, Катил, Чунты с железными ребрами, конь и другие мифологические существа. Сообщение шамана отличается от сообщений клиентов. Шаман обращается к духам помощникам с определенным планом действия для достижения нужного эффекта. Сообщения шамана могут содержать как подбадривающее выражение, так и порицание, если дух не в состоянии удовлетворить запрос шамана, может и поругать своих духов помощников. При коммуникации шамана с потусторонним миром обычно задействовано сразу несколько каналов, преимущественно слуховой и визуальной. Получатели сообщения шамана может быть тоже несколько воображаемые духи помощники и более значимое воображаемое существо, обеспечивающее ожидаемый эффект исцеления больного, например. И эффект в зависимости от запроса клиента это могло быть выздоровлением, нахождением пропавших людей, возвращением души, удачей на охоте и даже оживлением война по фриданиям. Ну, вот здесь несколько информации по тому, как селькупы могли приобретать способность общаться с другими мирами, используя, например, дерево, вершина которого достигает небо. Там небо Богу слово «весть» посылает. Это по материалам Прокофьевых. Ну и в качестве выводов могу сказать, что анализ показывает особенности системы коммуникации с потусторонним миром. Наличие посредника коммуникации, реальных участников. Участником коммуникации может быть легендарный шаман. Ну, если взять, например, кетский фольклор, там, шаман дох является легендарным шаманом. Или давно межший шаман. О таких тоже шаманах говорилось в экспедиции. Духи и воображаемые существа. Нетипичные для реальной коммуникации канала сновидения, слуховые и визуальные галлюцинации и другие воображаемые средства связи. А эффектом обычно оказывались реальные события или вещи. Все, я закончила свой доклад. И спасибо за внимание. Если какие-то замечания или вопросы, с удовольствием отвечу. Уважаемые участники, уважаемая Александра Аркадьевна, спасибо большое за доклад. я вижу, что первым вроде бы Александра... Олеся, пожалуйста. У меня очень маленький вопрос, совершенно не специалиста. А есть ли, если есть, то много ли записей вот этих камланий аудио или словами на бумаге? К сожалению, вообще почти нет. И то, что есть, оно фрагментарное. Вы знаете, что эта сакральная сфера, она никогда не была таким открытым, скажем, открытой информацией. И трудно, конечно, без таких камланий давать какую-то точную оценку. это, в принципе, его текст, описание путешествий чаще всего. Но больше всего, конечно, информация у Прокофьевых. После Купа. То есть языковые особенности мы не знаем вообще ничего. Ну, кое-что мы знаем. Кое-что появляется, например, особые слова. То есть шаманы пытались использовать какие-то нетипичные слова для названия разных каких-то объектов или парафинали. И вот эти слова может быть какие-то были заимствованными, чтобы не понимали сразу. Или при помощи редупликации делали. Это типичные в лексикологии приемы. Ага. Олеся, все, да, можно переходить. Здесь есть вопрос из зала. Бобру, Анна Ивановна, вы знаете, шаманы-шаманы меня интересуют обычные обыватели, то есть люди, пришедшие на кладбище, чтобы пообщаться со своими умершими. как выглядит в этом случае вот эта коммуникативная связь. Что происходит, как они вызывают покойных, если у них есть какие-то вопросы, предложения, или наоборот, они хотят что-то может быть положить ему, что-то сказать. Ну, в общем, вы поняли, о чем я говорю, да? Хорошо, постараюсь ответить на ваш вопрос. Я была в экспедиции у тазовских сельхопов по притоку Таза-Ваттелька и на стойбище у семьи Калиных. И они рассказывали, что у них был очень мощный шаман, который похоронен в тайге, в лесу, и люди, ну, те, кто знал его из окрестных поселков, стойбищ, они верили, что он все равно может помогать. То есть там была такая система, что они приходили на могилу там, в то место, где он похоронен, могли привязать ленточку, которая является косым, это куда дать вот этот подарок и обратиться с просьбой. иногда могли принести еду, покормить, как-то уделить внимание, поговорить с шаманом, и в душе верили, что эта просьба доходит, и уже возвращаясь обратно в поселок, они старались себя уже настроить на то, что эта просьба будет осуществлена. Ну, а каждодневная вот такая, вот я говорила, что наши современные селькупы, вот, изготавливают этих маленьких куколок, и обращаются к ним такими повседневными просьбами, вот у меня такая есть. Здесь на выставке Ирина Анатольевна тоже приносила таких кукол, лозов, и их в набирках хранили, много было, могли, так сказать, разозлиться на лозы, его, так сказать, побить или сжечь и новую изготовить. Давайте, вот, и у нас осталось три минутки, да, вот давайте в зале еще дадим слово, и потом на очереди роза. Или встать надо? Не надо, не надо, пожалуйста. Александра Аркадьевна, вы показали фото этого селькубского бубна. Скажите, пожалуйста, занимался ли кто-нибудь расшифровкой орнаментации изображений на бубнах и их интерпретацией? Там очень интересные треугольники, символы благополучия и прочего. вот ученые, которые занимаются шаманизмом, они часто обращаются к этой проблеме. Юхо Пинкетянин, например, обращал на это внимание. Ну, сейчас сразу хожу. Фамилия. Ну, таких работ немного, потому что и бубнов не так много сохранилось. но, я думаю, что даже Владислав Михайлов Кулемдин информацию по бубнам давал. Спасибо. И еще один маленький вопрос. Приходилось ли вам самой бывать при Каблане? Или вы уже не застали этого времени? Вы знаете, приходилось, это было во время моей, наверное, второй экспедиции на Кейт, с Ларисой Андреевной Алидкиной, я там была, у меня была еще такая несмышленая дурочка, у нас не было хорошей техники, да, у нас был какой-то катушечный магнитофон, и мы пытались записать, но запись, как будто бы она просто шум получился. Каблане, наверное, относилась к Камланю в темном чуме, потому что шаман, его закрыли с головой, сделали прямо из него такую критую поварку, и, конечно, было совершенно непонятно, что он там ворочет, говорит, но, к сожалению, мало, что удалось потом расшифровать. Но описание, конечно, есть, пожалуйста, у Прокофьевой. Вот Ольга Анатольевна тут выглянула. Ольга Анатольевна собирала такой материал, особенно по детскому шаману даже запекли. Ольга Анатольевна, вот сейчас очередь Розы, а потом вам тогда, у нас уже две минутки буквально, пожалуйста, Роза, задавайте вопрос. Спасибо большое, что предоставили слово. У меня такой вопрос небольшой по Лозе. Вы, наверное, читали немного материала по немцам, там у них тоже же есть и Дрянг, и Днитерма, и сядает изображение мертвых, тоже членов семьи. Вы считаете, что есть какие-то параллели Лоза с этими тоже фигурами? Тут-то получается, что кукла, она одета в одежду, а Сидрянг и Днитерма, они из дерева изготавляются. А вот эта кукла, у нее основа из чего сделано. Вот эти куклы, это самые такие элементарные Лозы, они называются домашние, и, конечно, у них нет основы деревянной, но у селькуков и деревянные Лозы тоже есть. Кувалозы, например, они тоже соответствовали членам семьи, хранились в определенных лабазах по количеству членов семьи, и тогда на деревянную основу с деревянным лицом там все было выстроено, одевались одеждой. А вот эти куклы, конечно, они не имеют деревянной основы, и они не считаются подлинными такими сильными духами, а не так в хозяйстве, скажем. А они женского рода или мужского? Они, вот эти куколки, они представляют собой женство, то есть они как бы женские помощники по хозяйству, и чаще всего с ними взаимодействовали женщины. Мужчин были как раз деревянные, которые связаны с охотой, можно было к духу охоты или рыбалки обратиться. То есть это получается на лозу можно было одевать разную одежду, еще дополнительно сверху можно было одевать и одевать, да? Да, да. Ну, понятно. И еще у меня просто небольшое дополнение. Вы, наверное, знакомы с работами Пирса Витебского о диалоге с мертвыми, там, о ссоре в Индии. У них тоже была очень хорошо развита культура общения с духами мертвых. И там шаманка, она даже могла быть самужем за кем-то из-под здорового мира и жить просто параллельно. У нее мог быть живой муж и муж из мира мертвых. То есть она жила в двух мирах сразу же. И милое общение просто была медитатором тоже таким. Ну, надо сказать, что шаманиндм это довольно универсальное явление и присутствует в разных странах среди разных этносов и среди шаманов четких таких описаний нет, в разных сказках легендах существует такая информация, что охотник мог жить с весным духом, который как бы материализовался как человек и иметь две параллельные семьи. Очень часто этот лесной дух забирал охотника, охотник как бы терялся. Я еще предоставлю, чуть-чуть украду от вашего доклада, у нас сегодня секция продлится. Я знаю, что Ольге Анатольевне в другой потом будет секции доклад, поэтому Ольге Анатольевне мы сейчас предоставим слово, а доклад следующий Анны Ивановны мы немножко продлим на пять минут. Ольга Анатольевна, пожалуйста, у вас не включен микрофон. Ольга Анатольевна, включите микрофон. Все, я буквально два слова, вот Александре Аркадьевне повезло, она была на настоящем камлане, а я ведь никогда не была. я была записывала шамана вновь, значит, на виса шамана его вот песню, в которой он тренируется, с помощью которой он тренируется с духами разбираться, духами повелевать, а так-то реального камлания нет никогда. К сожалению, сейчас ситуация у Силькупов такая, что вот появился один шаман и умер уже сколько, три года назад и опять пока никого, но на самом деле кто-нибудь появится, может быть, мы еще доживем с Александрой Аркадьевной до того, чтобы присутствовать на настоящем, а не на таком ярмарочном камлане. Спасибо большое, Александр Аркадьевн, всегда приятно слышать про родное шаманское. Большое спасибо нашему первому докладчику, который сегодня открыл заседание нашей конференции. Большое спасибо за вопросы аудитории. Мы переходим ко второму докладу. Пожалуйста, Анна Ивановна Боброва, Томский областной краеведческий музей имени Шатилова нашего города Томска. Сейчас мы включим презентацию и начнем. Спасибо. 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 Ивановна Томска. Палеонска. 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 Большинков Это важный в общем-то исторический источник при решении проблемы происхождения и демографии аборигеново населения и его конкретных популяций. У меня съедается низ. Аудитория видит всё. Подготовлено совместно, как говорится. Подождите, сейчас мы хотим... Кронологические исследования свидетельствуют о проживании на территории Нарынского приобья селькубского населения. По ряду признаков, заметно отличающихся от северных самодийцев и убров и сближающихся морфологически с чулынскими и томскими тюрками. По археологическим данным, его основу составляет просамодийское население, а в его формировании приняли участие тюркские и, вероятно, угорские компоненты. В систематическом отношении современное население Нарынского приобья, прежде всего, вместе с томскими и чулынскими тюрками, относятся к томско-нарынскому варианту офертирского антропологического типа западносибирской расы. Это очерки культуры Генеза, антропологический том наш, и это выводы группы антропологов Томского университета. В частности, этот вывод сделан Богашовым Анатолием Николаевичем. Так выглядят селькупы реки Кити. К сожалению, смогли только сделать графические реконструкции. Реконструкции сделаны были в Тюмени специалистом Еленой Алексеевой по трем черепам из разных могильников. Это Елтаревского могильника, это Нижняя Кить, и Средняя Кить, это Карвинский второй могильник, и мужчина и женщина. Здесь вы видите карту расположения погребальных памятников, то есть могильников. Нанесены все могильники, которые были исследованы с достаточной серьезной базой. И хорошие выборки. Реконструкция образа жизни и эпидемиологическая ситуация у населения Наринского приобья в позднем средневековье, то есть в 15-17 веках, приобретает особое звучание в связи с сохранением исторического и культурного наследия в коренных народах этого региона. Проблема изучения качества жизни и состояния здоровья аборигенных этносов представляется своевременно и приобретает особое значение в рамках возможностей реконструкции, связанных с изучением влияния профессиональной деятельности, социального, экономического статуса общества на здоровье представителей разных популяций в разные исторические эпохи. Анализ маркеров физиологического стресса – это база при реконструкции социальной и биологической среды. Стрессовый процесс происходит в нескольких этапах и может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на деятельность организма. Фиксация маркеров физиологического стресса проводилась визуально по хронологическим сериям могильников, которые вы видели на карте Нарымского приобья. Причем охват здесь более широкий, хронологический. Собственно, здесь 10-й написан, но это с 12-го по 20-й веках. Материал с группированием по месту проживания населения по реке. Это группа 1 приобья, около 500 или там, да, 500 индивидов. Это преимущественно Тискинский могильник в основу был взят. Вторая группа – это Прикетия, более 80 индивидов из разных могильников, как вот вы здесь видите, как они представлены. Значит, и третья группа – это Притыния, 64 индивида тоже из нескольких могильников этого же времени. Программа регистрации патологических признаков зубочелюстной системы включает эмалевую гипополазию, кари, зубной камень, парадонтоз, альвеолярный абсцент, прижизненную утрату зубов, травматические повреждения зубов, остеопороз височно-нижнечелюстных суставов. Учитывалось наличие маркеров анемии также. Данные анализировались по полу и возрасту, так как исходное функциональное состояние и реактивность организма имеют первостепенное значение в противодействии стрессу. Начнем, как говорится, по порядку. Вот, пожалуйста, перед вами гипоплазия эмаля, которая может наблюдаться и в настоящее время как у детей, так и у взрослых, если вы будете внимательно рассматривать зубочелюстную систему свою, близких даже. Проявляется в виде ямок, углублений и бороздок. Очень хорошо вот на этом слайде видны вот эти бороздки. Посмотрите, практически все зубы повреждены ими. Располагается на различных участках, там он печащина, на листах верхней челюсти, но и вот на нижней козы. Неравномерное развитие толщины эмали в виде горизонтальных бороздок – это результат воздействия неблагоприятных факторов, поражающих организм в детском возрасте. В период формирования коронок постоянных зубов. Я надеюсь, аудитория различает вот эти бороздки. Не надо показывать отдельно стрелочкой. К неблагоприятным факторам, способствующим возникновению этого признака, является белковая и витаминная недостаточность питания, инфекционные заболевания, связанные с высокой плотностью населения. Гипоплазия эмали – это признак, часто ассоциируемый с пищевым стрессом. Возникает он в результате задержки ростовых процессов. Локализация дефекта на зубах свидетельствует о перенесенном антизодическом физиологическом стрессе у детей 4-5 лет. Это имеется в виду население Нарвенского приобия, этот возраст. И может быть связано с периодом продолжительного грудного скармливания детей и отнятием ребенка от груди. Ну, всем известно, что коренные этносы, не только западные, но и вообще и восточной Сибири, зачастую довольно длительно женщины скармливают своих детей. Ну, это было связано и с голодом, и такими-то другими такими процессами. Вот ниже там приведены как раз проценты. Приобия гипоплазия эмали отмечена 37%. Приобия – это в основном могильник Тискина, это, собственно говоря, Калкашский район современный. Прикетия – это 19% с небольшим, это тоже немалый процент. И меньше всего это Притыния – около 8%. Здесь вы видите территориальную распространенность гипоплазии эмали у средневекового населения. Ну, здесь вот показано, как выглядит и процентное соотношение. На этой карте можно, если кому-то будет надо, повнимательнее посмотреть и проанализировать. А следующий из признаков – это зубной камень. Ну, так же, как и у нас, собственно говоря. Все это так же, как у нас сегодня. Зубной камень раздражает мягкие ткани парадонта, вызывает воспалительные процессы и приводит к изменениям в альвеолярной части челюсти. Отложение начиналось, как правило, в юношеском возрасте. Во взрослом состоянии присутствует на многих зубах вокруг коронки. Обычно встречается в популяциях со специфической диетой. Со специфической диетой, где преобладает мягкая, без абразивных частиц, богатая белком пища. Образование налета на зубах приводит к формированию зубного камня. Вот вам и причина развития парадонта, парадонтоза. И тоже здесь вы можете в процентном соотношении, а затем на карте обратить внимание, как это выглядит. То есть при обе оно где-то 31,5%, при кете – 40%, и при тынье, как особый какой-то такой регион, поменьше, около 30%. Вот карта территориального распространения зубного камня у населения. Здесь значками показана как раз вот доля, которую только что я говорила в процентном соотношении. Альвеолярный абсцесс. Это воспаление костной ткани нижней челюсти, как правило, распространяющейся на компактное и губчатое вещество кости и надкостницу. В Тискинском могильнике отмечены три случая, как раз вы скоро увидите. Заболевание могло возникнуть в результате проникновения возбудителей гнойной инфекции из очага воспаления, локализующегося в тканях зуба или парадонта. Такой хронический очаг инфекции в организме снижает иммунитет и провоцирует инфицирование других систем организма, что может даже привести к смертельным случаям. Причинами развития абсцесса могли быть кариес и травма зубов. В процентном соотношении здесь преобладание альвеолярного абсцесса отмечено у населения притымья для этого времени, что также показано на карте. Ну вот здесь вы видите абсцесс, как он выглядит, вот все три нижней челюсти, и явно человек мучился, когда у него болели зубы. Но это тоже понятно, если вы повнимательнее посмотрите на эти слайды. Я думаю, у нас тоже так сейчас происходит. Так что ведите в больницу как можно скорее. Травмы зубов. Очень интересный и специфический признак, как говорится. Травматические повреждения свидетельствуют о составе пищи и механической нагрузки на зубы. Эта механическая нагрузка в результате какой-то хозяйственной деятельности, трудовой деятельности населения на Рымском приобе. Вот население рек Тым и Кеть вели традиционный образ жизни. Собственно говоря, и приобе тоже. Занимались охотой, рыболовством, собирательством, промыслом кедрового ореха. А в травматическом отношении условия проживания селькуков в этих районах были достаточно суровыми. Обе группы, и на Тиму, и на Кети, в хозяйственной деятельности использовали зубы. Ну, например, при изготовлении нитей, это жильные нити были, конечно же, в то время, при рожжевании сухожилий, что отражалось на состоянии зубочвестного аппарата. Ну, вот здесь вы тоже видите, что при Тыме в этом плане опережает и приобье, и при Кетье. Вот вы видите на этих слайдах как раз вот эти вот травмы зубов. Если вы повнимательнее посмотрите, то вот вы видите слом зубов, их серьезные такие повреждения. Но они могли быть связаны не только вот с производственной деятельностью, но и во время просто кулачных боев могли возникнуть такие травмы. Здесь на карте, точно так же, как на предыдущих, вы видите процентное соотношение, и на Тиму, как говорится, это очевидно, что больше, чем при обе и пепетсе. Кариус – наиболее древняя и распространенная патология. Признак маркирует нарушение иммунитета, специфику здоровья, общее состояние здоровья индивиду и популяции. Появление его зависит от ряда факторов, ведущим из которых является питание. Наибольший уровень распространения заболевания отмечен в популяциях, у которых преобладает растительная пища, богатая углеводами, особенно фруктозой и сахарозой. Чаще фиксируется в обществах, занимающихся собирательством. Но в наших трех группах в этом плане отмечена также притемия, 14 с небольшим процентом, и в меньшей степени притетия, потому что основным источником питания и вообще основная пища – это было все-таки мясо и рыба. На карте вы видите распространение кариеса у населения на Рымском треуге в 15-17 веках. Прежизненная утрата зубов. Ну, я уже, как говорится, немножечко говорила про это, но фиксируется на малярах нижней челюсти, в частности. Объясняется более ранней стадией прорезания постоянных зубов нижней челюсти и значительно механической нагрузкой в течение всей жизни. Либо иногда вот в области верхних весов, которые утрачиваются в результате бытовых травм и вот межличностных каких-то конфликтов. Короче говоря, просто какие-то там бои или драки, в результате которых пострадала зубочвестная система. Утрата зубов связана с воспалительными также процессами парадонта и общим состоянием организма, его резистентностью и патогенными факторами. Ну вот здесь вы видите, что и при кете, и при кеме примерно в равной пропорции и в меньшей степени это при обе. На этих слайдах тоже можно разглядеть, как это выглядело при жизненной утрате львов. Ну люди продолжали жить, так же, как и сегодня. Многие когда они обращаются за тем, чтобы санировать, сделать санацию зубочвестной системы. Признаки анемии. Парадические изменения от верхней стенки орбиты на немких костях в мозговом отделе на глобной теменной затруточных костях. Парадический гиперостаз глазнит, связан с таким заболеванием, как малярия, анемия, цинга. Он может быть спровоцирован и пищевым стрессом, недостатком или отсутствием железа, магния, цинга, хлора, продуктов, которые человек потребляет. Формируется анемия в детском возрасте и обычно ассоциируется с железодефицитной анемией, развивающейся при хронических заболеваниях. Распространение признака зависит от плотности населения и природных условий, в которых он проживает. В северных районах он наблюдается реже, чем в южных, в горах реже, чем на равнинах, в сухом и прохладном климате реже, чем в теплом и влажном. Маркеры анемия отражают не только дефицит железа в микроэлементном составе пищи, но и общее содержание болезненковых организмов в окружающей среде. Вот сейчас мы посмотрим, как это выглядит на слайде. Ну вот как раз эта часть показана здесь. Фаратические изменения. Как это хриброорбитали называется у антропологов. Остеопороз височно-нижнечелюстных суставов. Ну всем известно и сегодня, что такое остеопороз. Признаки старения являются вторичными изменениями, возникающими в результате изнашивания суставных крещей и других тканей костно-суставного аппарата. Возникает обозрисление, а затем и опостенение фиброзных крещевых элементов. Заболевание поражает преимущественно женщин и не это связано с утратой маляров. Остеопороз височно-нижнечелюстных суставов сопутствует также и прижизненная утрата зубов, которая тоже в процентном соотношении здесь в данном случае очень характерна была для Прикетия. В меньшей степени Прикемья и совсем небольшой процент у приопского населения. Зубные аномалии и дискретно варьирующие признаки. Очень интересный с точки зрения археолога признак, очень важный для нас. Аномалия зубного ряда верхней челюсти, это наружный резец вот слева, не прорезался, справа присутствует в виде штифта, это естественное слово могильника слайд сделан с материалом. Подобные патологии относятся к наследственно-детерминированным признакам. Высокая частота их наличия свидетельствует о генетических или этнических особенностях группы. Из дискретно варьирующих признаков в том же могильнике зафиксированы вставные косточки, шовные или малые ворниевые. Только в лимбдовидном шве у пяти индивидов они отмечены. Ну, то есть все равно это достаточно большой процент, больше 9% для этой группы. И особенно крупное у мужчины 35 лет. Затылочная кость состоит из двух фрагментов. Это, если мы смотрим вот так сейчас, то это вот справа с ним, естественно. Раз это черепная часть, два фрагмента. Тут швы хорошо видны. Я надеюсь, что их тоже видно и коллегам, которые онлайн смотрят. Я должна отметить, что для 17 века уже отмечаются в популяции признаки сифилиса. Они обнаружены в сериях Приобья и Прикетия. В Тискинском могильнике, в частности, и Лукьяновском первом. О неблагоприятной эпидемиологической ситуации на Рынском крае достаточно много письменных источников. Я здесь ограничусь только двумя такими выдержками. В частности, Кострова, очень известного исследователя дореволюционного, который писал, «От неблагоприятного климата происходит особенное развитие цинги. Почти редкий житель не страдает от нее. К ней присоединяется еще сифилис, ставший почти наследственным». И вот эта вот фраза, она как раз дальше будет, как бы я буду демонстрировать материал естественного могильника. Это будет изменение длинных костей у ребенка, связанного с теоретическим поражением. Как раз она прямо напрямую отражает вот эту вот наследственную часть этого заболевания. Основными признаками занесения эпидемии – причинами. Основными причинами является для этой территории таких вот заболеваний, эпидемии ОСПА, ТИФ, холера, сифилис в Томскую губернию. Это, конечно, передвижение населения из европейской части. Поскольку мы были в той территории, куда ссылались эти люди, которые были... Наша территория была местом ссылки, это все хорошо знают, поэтому тут много, как говорится, об этом говорить не приходится. И с 17-18 века это население, конечно, контактирует с аборигенным населением, которое получает все эти заболевания вот таким вот образом. И затем многие из них становятся наследственными, как сипилис, например. А вот здесь как раз вы видите саблеобразная деформация нижних конечностей в результате остеопериоскита сфиритического у ребенка 6-7 лет. Ну, это вот одно из повредений. И вот таким... Ну, то есть это заболевание как раз привело, возможно, как раз к гибели этого ребенка. Смерть. Наконец, выводы. Для населения Нарымского приобья таким образом отмечено следующее. Высокий уровень эмалевой гипоплазии. Он меньше выражен при тынье и при этом наличие зубного камня. Уровень прижизненной утраты зубов отмечен. Трам и альвеолярных обсцессов. Он возрастает от приобья к при тынье. Незначительный процент кариеса для приобья и при кетте и некоторое его увеличение в группе из плитыния. Зафиксированы признаки анемии, однако менее всего в группе из приобья. Анализ маркеров свидетельствует о том, что популяция испытывала пищевой стресс. Наличие зубного камня в сочетании с небольшим процентом кариеса позволяет предполагать употребление для санации жатовой полости каких-то растительных антисептиков. В частности, смолки, которую и сегодня жуют не только аборигенное население, но и многие области. А воздействие неблагоприятных факторов фиксируется по высокому проценту эмалевых гипоплазии, что связано с периодом адаптации ребенка при переходе на взрослый пищевой рацион. Несмотря на то, что патогенные нагрузки на организм в целом были не веки, инфекционные заболевания в детском возрасте ослабляли общую сопряженность организма и приводили к снижению иммунитета. Причиной прижизненной утраты зубов могла быть сильная стертость или травма до 62% в группе притыни, которая обычно возникает при использовании зубов в хозяйственной деятельности, о чем тоже уже было сказано. Изменения на весцах и прижизненные потери обусловлены нагрузкой на зубы во время разжевывания или разрезания твердых каких-то материалов. Кожа, той же жил, твердых плодов. Утрата могла быть связана и с дегенеративно-дистратическими изменениями височно-нижнечелюстных суставов. Стертость на малярах верхней челюсти у мужчин свидетельствует об использовании зубочвестного аппарата в быту, что фиксируется в большей степени у населения притыния. Таким образом, основные маркеры физиологического стресса позволяют выявить своеобразие локальных групп средневековой популяции нарунского периода. Оно связано с воздействием как внутренних факторов, то есть наследственность, конституция, реактивность, так и внешняя патология и климат. Перспективным направлением может стать изменение возможной для возможной доли метисации или имбридинга в данной популяции. Ну вот, пожалуй, и все. Благодарю вас за внимание. Конечно, здесь много, наверное, прозвучало терминов не совсем знакомых, аудитории, но я хочу сказать, что работая с антропологом, обок, для археолога, в общем-то, все вот эти признаки, особенно когда это все наглядно в кабинете антропологии происходит, они очень показательны, особенно для разных групп. Я думаю, что выборки, количество которых я представляла в самом начале нашего совместного доклада, все-таки достаточно репрезентативны для того, чтобы сделать такие выводы. Благодарю за внимание. Я специально не останавливала, думала, народ останется, и народ переключился на другую секцию. Ну да. Да. Да, вот аудитория антропологов и этнографистов осталась. Вот я вижу Яна и Нюк тоже в аудитории. Ну, коллеги, вопросы? Ну, интересно. Я хочу сказать, что, давайте, здесь вопросов может и не быть, если аудитория у нас достаточно психиатрическая, для насосновок остальных психиатрической. Но я хочу сказать, что это новое слово, что сейчас занимается Марина Петровна, это состояние здоровья населения в целом. Потому что то, что я вам доложила, это не заканчивает наши исследования. По крайней мере, в настоящее время она занимается и состоянием здоровья населения раннего Железного века, Хакаско-Монсильской, Каталины, Полтая, понимаете, Степнова. То есть вот этот пробный шаг, который мы с нею вместе провели по гранту, он дал такой толчок для развития вот этого направления не только, значит, у нас в университете, но и других вузах, в Тюмени, в частности, там, где есть антропологи. И для археологов это очень важно, потому что, ну, здесь еще подключается генетика, естественно, и когда вот это все вместе в комплексе, то выводы, как бы, археологов, они более обоснованы, понимаете. Мы можем говорить, да, вот на Тюмени там вроде как так-так-так-так-так, это есть специфика. А когда мы видим процентное отношение, да, что там у них там погибитые зубы на 60%, то ясно, что там в это время, извините, обсконборское население наступало на эту территорию, и им пришлось отстаривать ее, и не только, наверное, в кулачном, но и в таком войне. И я считаю, что это вот очень здорово, что в собственном университете есть кабинет антропологии, в котором есть специалисты такого уровня и класса, которые будут хабочь в исследованиях комплексных и археологов, и амагографов. Спасибо большое за доклад, интересно. Я думаю, что это... Я не услышала. Очень полезное исследование, и нужно... Нужно смотреть в динамике и в сравнительном как бы исполнении смотреть другие группы, группы русских, и на разных этапах делать срезы и уже делать тогда прогнозы. Очень полезно. Спасибо. Да, это очень интересная мысль. Надо будет моему соавтору предложить. Да, предложить. Анна Ивановна, предложенные в докладе методики и выводы видимо являются не всеобъемлющими. Так я понимаю. Так я понимаю. Потому что, например, ничего пока видимо не применена эта методика, может, она не разработана, хотя в принципе она есть. А туберкулезе? Какие-нибудь есть намеки на исследование? Ну, вы знаете, честно говоря, аспекты интересные, наверное, можно было бы просто посмотреть на это. Но вот нет, не знаю я такого, как это могло быть выражено. Они же работают еще и на микроуровне с разными микроскопами со Светланой Тур. И поэтому от раннего железного века такой большой спектр что-то они должны были где-то захватить. Но вот в публикациях у Марины Петровны по разным группам и по разному времени я такого не припомню. Но это очень интересная мысль и я попробую озвучить Марине Петровне. Может быть там есть какие-то нюансы при туберкулезе костных фото. Ну да, там должна быть рентгенография. Помните, он уже не весь материал сохраняется. Работал, работал, наверное, 60-е, 70-е, начало 70-х годов по Иловскому могильнику с нами. И публикации есть этого автора. Сейчас затрудняюсь, по-моему, забывая его фамилия. Он из Омска, что ли, который был? Да. Я помню. Я помню такие исследования, да. Хорошо, спасибо, Ведина Михайловна. Очень вовремя напомнили. Спасибо большое. Спасибо. Так, может быть, Яна, какие-то вопросы есть у вас? Если нету, то мы тогда эту секцию завершаем. и у нас до 16.00 еще идет параллельная лингвистическая секция, а в 16.30 снова по этой ссылке будет эта же конференция. Я сейчас выключу, выйду из конференции, чтобы можно было сделать запись. А уже в 16.30 подключайтесь снова по этой же ссылке. У нас не будет параллельных докладов, только доклады, на которых могут присутствовать все участники. До встречи после паузы.